А происходит разрушение Вавилонской башни. Строительство Вавилонской башни приостановлено. Она уже вот-вот-вот на последние этажи заходила. Уже на последних этажах стояли подъемные краны. Знаете, как Москва-Ситико достроился? И сейчас там дальше строится. На последних этажах краны стоят, там уже новые этажи достраивают. Уже дальше лезть некуда. Уже дальше облака летают, и птицы уже там бьются головой в эти стекла. Вот сейчас строилась Вавилонская башня, и мы это знали, но мы ничего сделать не могли. А сегодня приостановлено продолжение строительства Вавилонской башни. И все планы вавилонские смешались, и блудница бесится на звери багряном, и все с ума сходят сатанисты, потому что все было хорошо до сих пор. Всех купили, всех запугали, всех обволокли всякими там этими самыми капканами, ловушками. И вдруг раз, и все остановилось и посыпалось. Слава Богу! Но за это платят кровью люди. Умерли уже многие. Для того, чтобы мир жил по-божьему, а не по-сатанинскому, потому что уже построили с нами и без нас большую сатанинскую деревню, в которой есть один пахан, звездно-полосатый, который всех учит жить по-сатанински. И одна только страна в мире есть, которая этому сопротивляется. Это матушка-росеюшка. И как за все отдувается русский солдат. Всегда за все в истории отдувается простой русский солдат. Одни воруют, другие блудят, четвертые аборты делают, пятые с ума сходят, шестые сатане поклоняются, седьмые уже весь мир купили с потрохами, а потом вдруг все хрясь и перевернулось. И отдувается за все русский солдат. Ну а для того, чтобы вы знали, что молитва – это молитва, что есть молитва – это пара с уст. Такое – ла-ла-ла, мысли там, а язык здесь, а в сердце одно, и непонятно, что ты хочешь вообще, что ты тут вообще говоришь-то такое. А есть молитва, как стрела, как огонь, как, не знаю, как ракета в небо. И вот мы с вами прочитаем еще кусочек из Писания. Вчера мы что читали? Книгу Бытия, глава 18. Авраам умоляет Бога о Содоме. Одна из самых страшных страниц Библии. Как этих садомитов, не знаю, как их назвать. Там среди них Лот живет, и Авраам вымаливает у Господа, чтобы огонь не лился с неба на эту всю нечисть. Значит, чтобы еще помилованы были люди. 18 глава книги Бытия. Сегодня мы читаем 17 главу, но уже другой книги, следующий – Исхода. И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме. Это уже Израиль движется в Палестину. В землю обетования, а им сопротивляются. Моисей сказал Иисусу. Иисус – это помощник Моисея. Ишуа беннун. Иисус – сын Навина. Моисей сказал Иисусу. Выбери себе мужей сильных и пойди. Сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей. А жезл Божий, тот самый, которым Моисей в воду рассек, Красного моря, который он бросал на землю, он в змею превращался. Хватал змею за хвост, и он опять деревянным становился. Которым он бил в скалу, и из скалы вода текла. То есть жезл – это такое некое всесильное оружие Моисея пророка. У наших архиереев в руках тоже жезл в знак того, что они, как Моисей, должны великое совершать и вести сквозь пустыню народ свой чудесами и знаменями и спасать души бессмертные. Вот эти жезлы все наши, посохи, жезлы – это все от Моисея еще. И вот он говорит, жезл мой мой будет со мною, говорит Моисей, Иисусу на вину. И сказал Иисус, как сказал ему, сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами. А Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма. Это братья Моисеевы. Аарон – первосвященники Ор. Ор – это свет по-еврейски. Когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль. Когда опускал руки свои, одолевал амалик. На горе стояли, внизу битва шла, дрался Иисус во главе евреев. Это знак того, что Иисус всех победит. А Моисей распростер руки свои, вот так вот. А поскольку вот так вот руки держать можно далеко не час, и даже не полчаса. Руки тяжелеют, наливаются свинцом, свинцовьют, и он опускал руки. И когда он поднимал руки, евреи били врага. Когда у него руки уставшие опускались, враги били евреев. И это стало заметным. И тогда руки Моисеева отяжелели, тогда взяли камень, подложили под него, под Моисея. Он сел на нем, а Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца. И низложил Иисус на вин Амалика, и народ его острием меча. И сказал Господь Моисею, напиши сие в память, в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память Амаликитян из Поднебесной. И устроил Моисей жертвенник Господу, и нарек ему имя Ягова Неси, или Яхве Неси, что значит Яхве знамя мое. Ибо, сказал он, рука на престоле Господа, брань у Господа против Амалика из рода в род. Вот сегодня хватит этого маленького кусочка из Писания. 17 глава книги Исход, вторая книга Торы. Значит, вот это крестообразное расположение рук молящегося Моисея, это пророчество о том, что Иисус победит всех врагов вот именно так, как в одном из наших классических стихотворений, таких из русской поэзии, из Пастернака говорится, очень многим руки для объятья ты раскинешь по краям креста. Потому что потом Христос на кресте вот именно руки распростер, и Он нас принимает в объятия свои и защищает от дьявола, и под тенью креста мы укрываемся от всякого зла, и крестом Христос низлагает всякую вражью силу. Вот что может молитва. Она пророчествует, она предобразует будущее, она поражает врагов уже сегодня. К тому же Моисей руки эти распростертые держал до заката солнца, как и Христос Господь висел на кресте до вечера пятницы. А уже вечером пришли, сказали, что уже нельзя в субботу висеть, велик день сия субботы, и там поломали голени, кости разбойникам справа, слева, и сняли быстро их с креста, чтобы суббота не наступила, а суббота наступает как раз вечером с пятницы. Поэтому Иисус на кресте вот так вот висел до вечера дня, как и Моисей до вечера держал вот так вот руки, а Иисус на вин под ногами его внизу в долине сокрушал врагов Израиля, которые нужно было сокрушить, ибо сам Бог сказал, имя Амалика из вселенной изгладь. То есть не мирись с ним, изгладь его до конца. Как-нибудь я вам расскажу, почему, и что это такая за злоба у Господа с Амаликом. Это как раз такой некий образ дьявола. То есть с ним мириться нельзя, его нужно добить до конца. Читайте вот 17 глава книги Исхода. Таким образом, что мы сделали сейчас с вами, кроме канона и псалмов и всего остального? И весь день молились мы здесь, да, по очереди. Мы почитали с вами из Требника молитву, опять-таки еще одну настырную молитву. Господи, благослови, Господи, в разумии, Господи, сохрани, Господи, дай здоровье, Господи, очисти душу, Господи, помилуйся. Сегодня, Господи, помилуйся. Завтра, Господи, спаси в день смерти, Господи, на страшном суде пощади. Все там есть. Много-много всего. Не просто бу-бу-бу-бу-бу и до свидания, и пошли дальше, значит, это самое, вареники лепить. Нет, много, сильно, доволго, настырно. Вот мы прочитали, это перед смертью уже положено человеку. И в венчании так молится церковь, и над больным человеком, который готов уже уйти из этого мира, вот так молится церковь. А то, что молитва, она совершает великое, это мы с вами сегодня еще раз. Вчера мы читали 18 главу Бытия. Авраам, Содом, Господь. А сегодня мы читали 17 главу Исхода. Книга Исхода. За Великий пост нужно, чтобы вы, братья и сестры, догнали то, что было раньше не сделано, чтобы вы понимали, что такое Тора, что такое пророки, из чего это Тора состоит, это Бытие, Исход, Левит, числа второзакония, о чем там пишется вообще, зачем это надо кому, а ну вообще нам, зачем надо христианам, эти все вот эти еврейские там эти вещи. Это бездонные вещи, бесценные вещи, очень сильные вещи. А потом дальше что, какие пророки, о чем писали, как Давид жил, как Соломона родил, что Соломон сделал, что после Соломона было. Это все нужно знать. Для этого пост нам и дается. Меньше есть, меньше возле плиты стоять, меньше посуду мыть, меньше по магазинам лазить, меньше в телефоне сидеть. А что делать тогда человеку? Вот брать Святую Библию в руки и из нее научаться законам жизни. Здесь законы жизни. Сегодня мы с вами еще раз поговорили о том, какая бывает молитва у святых людей. А мы должны быть святыми людьми, должны молиться Богу искренно, горячо. И поверьте, многое в мире меняется именно от молитвы, а без молитвы ничего не меняется. А мы должны быть новые люди, поменявшиеся, духом обновившиеся, снявшие из себя старую кожу. Да будет так в течение поста великого. Вот уже, смотрите, три дня великого поста ушло, перевернулось. Завтра четвертый день великого поста. Завтра, может быть, мы с вами разберем Псалом 90. И вот мы читаем, помилуй имя Божие, повелицы, все читают вроде бы. Я замолкаю, слушаю, слышу, читают. В основном читают, вроде знают. Живые в помощи Вышнего, кроме Бога Небесного, дворица, слушаю, уже раза в три меньше читают. Я так понимаю, что люди не знают живых в помощи Вышнего. А это элементарно, как Отче наш, это базовое знание. Что нужно знать наизусть? Отче наш, Богородице, верую, тропарь Кресту, спаси, Господи, люди Твоя, кондак усопших со святыми у покоя. Псалом 50, помилуй имя Божие, Псалом 90, живые в помощи Вышнего. Это если бы вы даже читать не умели, вы должны были бы это знать наизусть. Потому что раньше каждый человек знал это наизусть. Хоть бы он был пастушком, хоть бы он был там, значит, каким-нибудь там, помощником Гончара, помощником там Скорняка. Читать не умели люди, а они знали наизусть и живые в помощи, и помилуй имя Божие. И верую знали наизусть все, и знали, что там, что означает. А сегодня грамотные люди не знают, поэтому я хочу завтра с вами разобрать Псалом 90, живые в помощи Вышнего. И я говорил вам, я не шучу, я вообще не шучу, когда я здесь стою. Даже если вам смешно, я не шучу, чтобы там развеселить вас иногда, чтобы вам легче стало на свете жить. Но это шутка не ради шутки. Я говорил раньше, значит, что Великий Пост, еще войны не было, я говорил, надо Великий Пост каждый день выучивать по одному Псалму. День прошел, Псалом на память, день прошел, Псалом на память, день прошел, Псалом на память. 49 дней прошло, 49 Псалмов на память. Три поста, вся Псалтия в голове. Нужно запоминать, надо выучивать, чтобы вы в очередь попали, например, там, куда-нибудь, там, не знаю, ну, куда, где очередь может быть. Вот в ГАИ поехали, там, номера, старые на новые менять, и там будет очередь в окошке, например. Вот вам в этой очереди чем заниматься? В телефоне, опять шариться в этом, будь он неладен. Нет, стой себе, читай Псалом по памяти. А если ты там где-нибудь, не знаю, там, в метро едешь, не обязательно на своей машине. Вот пока ты по эскалатору спустился, пока поезд дождался, пока в поезде проехал, пока по эскалатору поднялся, тебе чем заниматься целых полчаса, или час целый в дороге. Чем тебе заниматься? В телефоне сидеть? Нет. Псалмы читай по памяти. Книжка есть, книжку читай, книжки нет, по памяти Псалмы читай. Поэтому нужно знать наизусть. Надо много знать наизусть. Нам говорят, что мы задействуем за жизнь только 2% своих возможностей. Головы, физические и так далее, что мы вообще, как бы, ну, под паром ходим, мы просто праздно живем, не даем себе труда, не мучаем себя. Вот надо помучать себя. И в том, чтобы не есть, и в том, чтобы поклоны Богу класть. Опять-таки запомнили, да, что вчера я вам говорил, я повторю на всякий случай, некоторые не слышали, некоторые забыли, как девичья память, так услышали, забыли. Когда кланяешься, поклоны кладешь, касайся лбом земли, особенно дома это удобно делать, не спешишь никуда, опустился на колени, кланяйся, касайся челом пола, земли. Это означает, что ты смирился перед Богом до праха, что ты прах и пепел, как Авраам сказал. Я никто, я земля, я ноль пред тобой, Господи, я смиряюсь пред тобой. А когда поднимаешься, распрямляешься, на ножки поднимаешься, читай про себя стих из 145-го псалма. Господь возводит низверженные. То есть ты поднимаешься, действительно, мы упали, а Бог нас поднял покаянием. Мы согрешили, Господь нас не убил, не уничтожил, дал нам еще время покаяться. Мы споткнулись, опять упали, Он опять нас поднимает. Господь возводит низверженные. Поэтому в одном поклоне земном помещается много богословия. Перекрестился, Творец мой, кланяюсь тебе, в Троице единому. Поклонился лбом до пола, до земли, так, чтобы у вас там какая-то пыль земная на лбу осталась. Вот ты смирился, а потом поднимаешься, Господь возводит низверженные. Господь любит праведники, Господь хранит пришельца. Сира и вдову примет и путь грешных погубит. Воцарится Господь вовек, Бог твой сегодня в род и род. Будем учиться, друзья мои. Кто не хочет учиться, тот пропадет. Это вопрос выживания. Пророк Осия сказал, за то, что ты отверг боговедение, я отвергну тебя от богослужения. За то, что ты забыл заповеди мои, я забуду детей твоих. Это здесь сказано. Ты забыл закон мой, я забуду детей твоих. Ты отверг на учение, я отвергну тебя от лица моего. Понимаете, что такое религия, вообще, что такое вера. Ты не хочешь учиться закону Божьему? Не надо, кто тебя заставляет. Но имей в виду, что Господь сказал, я забуду детей твоих, и я отброшу тебя вон, как помет от лица моего. Не хочешь заниматься законом Божьим? Делай, что хочешь. Но имея в виду, пропадешь, и никто не узнает, где ты жил, и как тебя звали. Вот наступило что. Вы все думали, баловство будет. Баловство закончилось. Так сейчас с одними происходит, потом будет с другими, потом с третьими, потом с нами. Так будет со всей Вселенной. Потому что мы балуемся с Богом, а должны быть набожные, богобоязненные, молящиеся люди. Вот, чего хочет живущий вовеки. Живущий вовеки, хочет, чтобы мы имели страх Божий, начало премудрости. Говорит, подумай, рассмотри и размысли, как же это горько, что страха моего нет в тебе. О, Иисусе, слава Тебе, слава Тебе, родившемуся от Девы, слава Тебе, распявшемуся за нас, слава Тебе, умершему на кресте и погребенному, слава Тебе, воскресшему из мертвых, помилуй нас, Господи, помилуй нас. Всяк, как говорит ответ о недоумеющий, сиюте молитву, и ко владыце грешной приносим, помилуй нас. Аминь. Теперь молча, с миром, по домам, и завтра вовремя в храм на богослужение. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok